Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua. Перед вами смартфон под названием THL T6s. Меня зовут Александр. И сегодня будем разбирать, рассматривать эту модель. Компания выпустила еще один бюджетник на замену смартфону THL T5s, который снят с производства и который по неведомым для меня причинам уже не выпускается. Компания немножко обновила дизайн. По моему мнению, она его улучшила. Интереснее стала модель. Ну и давайте начнем с комплектации. Как известно, что THL поставляет всегда отличный заводской комплект. Всегда есть вот такие вот оригинальные чехольчики, бампера. Есть в комплектах пленки оригинальные. В данном случае есть гарнитура, USB кабель и зарядка. Сам смартфон выполнен полностью из пластика. Спереди у нас закаленное стекло, 5-дюймовый дисплей, то есть довольно-таки большая модель. Она увеличилась по размеру. Значит, на лицевой панели есть три сенсорных кнопки. Меню домой-назад. Эти кнопки не светятся. Они вот в таком состоянии все время. Сверху у нас фронтальная камера на 2 Мп, разговорный, точнее, ну да, разговорный динамик, датчик приближения, датчик освещения и крайний левый – это индикатор пропущенных звонков. Грани смартфона у нас выполнены очень интересно в том плане, что кнопок практически не видно. Когда первый раз берешь смартфон в руки, только вот сейчас от отблесков видны вот разграничения. Здесь у нас располагается качелька громкости. С этой грани у нас располагается кнопка включения-выключения. Толщина смартфона 9 мм. Сверху разъем для наушников и микро-USB для зарядки. Снизу у нас есть защелка, чтобы открывать смартфон. И видно сейчас, микрофон тоже в этой защелочке находится. Сзади у нас крышка, крышка из пластика. Практически не остается отпечатков пальцев, очень хорошо они стираются, даже если и видны. Логотип компании THL, 5-мегапиксельная камера с интерполяцией до 13 мегапикселей, вспышка и динамик. Под крышкой находится у нас аккумулятор. Аккумулятор здесь на 1900 мАч. Здесь две симки. Симка большая, симка микро и слот под microSD карточку. Динамик у нас один. Вот на свету видно, он располагается по середине, по центру. Что хочу сказать по поводу сборки. Ну, модель бюджетная, стоимость смартфона у нас из наличия в Украине 1600 приблизительно гривен или 120 долларов. Сказать по правде, особого такого эффекта монолитности от смартфона нет в руках. То есть смартфон такой в некоторых местах немножко поскрипывает. На перегиб вроде бы так не хрустит, но вот задняя крышка немного иногда поскрипывает. Ну, я считаю, что для такого бюджетного класса это абсолютно ничего и с этим можно легко мириться. И давайте смотреть технические характеристики через программу Antutu. Все по старинке. Набирает эта модель 18700. Это довольно-таки хороший результат. Здесь модель называется THL-T6S. Здесь 4.4.2 Android. Процессор MTK6582. То есть вполне себе такой игровой процессор для бюджетных устройств. Графический ускоритель Mali 400. Разрешение экрана здесь является одним из минусов смартфона. Это 854 на 480. Ну, конечно же, для 5-дюймового дисплея хотелось бы, ну, хотя бы 960 на 540. Основная камера пишет Antutu нам 13 мегапикселей, но это интерполяция. Здесь гигабайт оперативки. Что хорошо, здесь 8 встроенных гигабайт. Но также можно расширять за счет внешней карты памяти, с которой, кстати говоря, прошивка и смартфон работают отлично. Как только ставишь карту памяти, вся информация, все приложения большие скачиваются из плей-маркета на нее. Значит, процессор 6582. Это четырехъядерный процессор. Частота максимальная 1,3 ГГц. И 2 мегапикселя. Камера у нас фронтальная. Мультитач у нас здесь двойной, однако, по вертикали он нормальный. Но по горизонтали у нас одна точка прикосновения. Ну, это, наверное, минус. Возможно, в каких-то стрелялках, в бродилках это будет иногда мешать. Хотя, главное, что он вот так вот нормально работает. Потому что во все стрелялки, бродилки мы играем вот в таком положении экрана. Что здесь есть из датчиков? Посмотрим через программу Z-Device Test. Я, если честно, не понимаю, почему на всех форумах пишут, что здесь есть датчик гравитации. Ну, пора бы уже понять, что датчик гравитации, датчик, точнее, пишут, что есть гироскоп. Пора понимать, что гироскоп это не акселерометр. Акселерометр – это самый простой датчик, который реагирует. Вот есть диаграмма. Который реагирует на изменения смартфона. То есть он переворачивает изображение. Гироскоп – это уже более серьезный датчик в пространстве, который управляет смартфоном. Итак, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, датчик приближения, датчик освещения. Есть вспышка. NFC нет, гироскопа нет. И OTG смартфон не поддерживает. Прошивка с завода приходит 4.4.2. Это полноценный, полноценно русифицированный Android. Вот такая вот версия. И здесь можно посмотреть, какой процессор, какая частота каждого из ядер. И сколько памяти у смартфона. Полноценный русский язык. Здесь все на русском. В прошивке есть вот один какой-то китайский софт. Но это, скорее всего, какая-то программа, связанная с играми, с китайскими. Типа Play Market. Мы ней можем не пользоваться. Возможно, ее даже можно удалить. Да, ее даже можно удалить и забыть о ней, чтобы глаза не усолило. Вот, в принципе, по прошивке нареканий никаких нет. Все работает быстро, четко. Иногда, когда много приложений, допустим, скачиваешь из Play Market, немножко подвисает смартфон. Но это все на доли секунды, когда он там очередь выстраивает для закачки. Все это проходит. Нареканий у меня на прошивку нет. Касательно звучания. Звук у смартфона в плане разговорных качеств. Это разговорный динамик и микрофон. Все отлично, слышно супер, громко, четко, без нареканий. Касательно звучания в наушниках. В наушниках звук мне, в принципе, понравился. Он довольно-таки громкий. Но этот звук не назовешь суперовым. Не хватает там басов, не хватает определенной частоты звука. Но слушать, в принципе, в нормальных наушниках довольно-таки достойно можно. Что касается звучания внешнего динамика. С одной стороны, все вроде бы в порядке. То есть, стандартные мелодии звучат довольно-таки громко. Однако, почему-то вот через MX Player и через всякие вот такие вот тестовые мои видео в различных форматах звучит динамик очень-очень тихо. И в целом, наверное, можно сделать вывод, что вот этот вот основной динамик, он не особо громкий. Но когда на телефон звонят, вот этот вот звонят. Громкость вот этого рингтона, она достаточная, чтобы услышать. То есть, ну, с динамиком, вот я вам показал, а вы уже решайте. Далее, экран. Экран здесь выполнен по технологии IPS, как заверяет производитель. Углы обзора, в принципе, достойные. Однако, как бы, картинка очень меняется, когда смотришь на смартфон по диагонали. Сейчас я выключу вам свет. Вот, картинка выцветает. Картинка становится другой. Сейчас включу какую-то картинку, типа вот такой. И вот что происходит с экраном по диагонали. С прямых углов все вроде бы нормально. Но по диагонали, конечно, матрица подкачала. Да и разрешение тоже не самое лучшее. Как бы хотелось бы для 5-дюймового дисплея все-таки чего-то более. По экрану для меня это минус. Но если смотреть прямо на смартфон, вот на экран, вот как сейчас вы смотрите, то картинка вполне себе достойная. Теперь касательно производительности. Я, в принципе, был и так уверен, что MTK6582 и небольшое разрешение экрана дадут нам классную производительность. И на этом смартфоне, в принципе, можно будет играть в любые современные игры, даже с максимальной настройкой графики. Покажу вам, как воспроизводится Asphalt 8. До свидания. Поэтому, в принципе, с игрушками у смартфона особых проблем не будет. Я тестировал GPS. GPS у этого смартфона нормальный, ловит спутники. Первый старт был довольно-таки быстрый, 50 секунд у меня это заняло, но потом он довольно-таки быстро их ловил и все с этим нормально. Теперь, что касается аккумулятора. Аккумулятор здесь 1900 мАч. Результаты, которые получились у меня, следующие. Значит, в Antutu тестере смартфон показал 3364 балла. И во время воспроизведения игры Epic Citadel с максимальной яркостью это час 49 со 100 до 15%. Что хочу сказать по поводу аккумулятора. Видел я и другие результаты. Видел я, что в Epic Citadel догоняли его до 2 часов 20 минут. В принципе, вполне верю, как бы плюс-минус работа аккумулятора может быть. Но хочу сказать, что все-таки по поводу аккумулятора я тоже скажу, что это минус смартфона. Хоть он и держит приблизительно так, как Asus Zenfone 5, который стоит в 2 раза больше. Ну, там и смартфон другого уровня. Но все-таки я считаю, что это маловато. То есть, хотя бы в Antutu тестере должно быть хотя бы 4-4,5 тысячи для среднего результата. Так как, например, показывает там тот же THL-V200S с двумя тысячами аккумулятором и с восьмиядерным процессором. Камера здесь у нас основная камера на 5 мегапикселей, но она интерполирована до 13. Вот вы видите эти настройки. Видео у нас смартфон может записывать в формате Full HD. Фронтальная камера не буду показывать, там все очень слабенько, только для каких-то звонков, допустим, по скайпу. Что касается камеры основной. Основная камера позволит вам сделать нормального качества фотографии. Допустим, листок А4 с текстом сфоткать, это вообще без каких-либо проблем. И даже с довольно-таки большого расстояния тоже все будет читабельно. На улице еще пофотографирую и эти фотографии вам выложу, посмотрю. Что касается сначала фотографирования со вспышкой. Камера делает нормальные фотографии только если у нас идеальное освещение. Если освещение не идеальное, то либо камера вообще не фотографирует, либо фотографирует очень-очень плохо. И, в общем, вспышка в темной комнате даже с близкого расстояния ничего не может сделать. Он не успевает, он фотографирует чуточку позже, когда уже там толком ничего не освещено. То есть, ну, здесь со вспышкой такой косяк. И по поводу восприятия видео, ни в одном качестве, ни в одном качестве видео, даже в самом низком, когда записываешь видео, очень маленький FPS. То есть, кадров очень мало. То есть, даже, ну, там около 10-15 кадров в секунду. То есть, у нас дерганина. Ну, тем не менее, записывает в формате Full HD. Что хочу по поводу этого сказать. Модель новая. Только-только эта модель появилась, она только вышла. И у нас она одна из самых первых в Украине. Поэтому прошивки будут, я думаю, будут обновляться. И вот эти все баги, может быть, и со вспышкой, может быть, и с аккумулятором что-то там подоптимизируют. И также, я надеюсь, что будет все-таки запись видео нормальная. Потому что, ну, это, конечно же, никуда не годится. Поэтому пока камеру нужно дорабатывать производителю. В принципе, вот и все. Вот такой вот получился смартфон. Напоминаю, модель называется THL-T6S. Это бюджетник, который выпустила данная компания на замену THL-T5S. Немножко изменили дизайн. Немножко увеличили экран. Процессор остался таким же. Какие плюсы и минусы есть у этого смартфона? Плюсы, однозначно, это цена. И довольно-таки яркий дисплей. Но дисплей является и минусом этого смартфона. Так как углы обзора очень плохие. Если по диагонали, то, конечно, картинка вообще уходит в негатив. На темных вообще очень плохо видно. Ну и, конечно же, разрешение. Ну, хотелось бы хотя бы 960 на 540. Ну и плюс, сейчас, на данный момент, с этой прошивкой, мне не нравится, как работает аккумулятор. Все-таки час 45 минут в Epic Citadel это довольно-таки слабый результат. Должно быть хотя бы действительно 2. 2.20 это такой минимальный для меня результат. Ну и в Antutu тестере тоже там, где тестируется и видео, и браузер, и игры. Там тоже должно быть приблизительно 4-4.5, тем более, здесь все данные для показания таких результатов здесь есть. Поэтому смартфон однозначно достоин. Из аналогов, которые вы сможете купить за эту же цену, ну, например, мне сразу же преподает на ум, это JAU-G2F. Ну, он меньше, и там есть свои нюансы с перегревом. Здесь с перегревом я проблем не замечал. Ну, и некоторым людям намного больше нравится этот дизайн. В общем, тут уже решать вам. Достойные конкуренты есть. Эта модель тоже достойна. Очень классно у нас их сейчас покупают. И, я думаю, и будут также покупать в будущем. На этом все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы по делу, задавайте их в комментариях. Обязательно буду отвечать. Оставайтесь. Будут новые ролики. Все как всегда. Всего доброго.